nissan qashqai второе поколение начался выпуск в 2014 году и сборка была именно в великобритании с осени 15 года уже начали собирать эти автомобили в питере британская подвеска британской сборки отличалась слегка конфигурации от питерской сейчас объясню в чем было дело значит передние приводные версии собранные британии сзади имели балку а питерская сборка имела многорычажку вне зависимости от привода привод как вы понимаете был передний и полный и у российской сборки была слегка увеличена колея вот в этом основные различия что касается моторов здесь стоял базовый мотор 1 и 2 turbo бензиновый был еще двухлитровый атмосферный бензиновый мотор и 16 turbo коробки передач были принципе 2 это шестиступенчатая механика и вариатор x-tronic из плюсов этого автомобиля можно наверное отметить дизайн который в принципе не то чтобы не устарел но он по крайней мере не сильно устаревает то есть даже сейчас 2023 году машина напомню 2014 года выглядит в принципе достаточно современно кроме этого опции здесь много то есть в богатой комплектации она очень неплохо напичкана опциями вот конкретно нашем случае датчики дождя света камера на 360 градусов 2 зонный климат кожаные сиденья ну пускай даже эко кожа там подогрева и так далее то есть принципе упаковка опять-таки для 2014 года достаточно неплохая ну и в принципе конечно в рамках размера этого автомобиля есть какое-то пространство в салоне по крайней мере для обычной семьи я думаю его достаточно будет на все случаи жизни единственный только момент это багажник все таки вот эти стойки которые немножко имеют скос они ограничивают вместительность то есть поставить большие колеса вот четыре колеса поста запихнуть багажник возможно у вас не получится смотря правда какой диаметр колеса это что касается плюсов основных по крайней мере для себя каждый наверное может еще какие-то плюсы выделить особенно поклонники марки могу сказать что например у двухлитровый мотор сейчас пробег 166 тысяч автомобиля пока по мотору глобальных претензий нет основные нюансы которые вам нужно учитывать при покупке такого автомобиля особенно естественно бушного это то что владельцы жаловались на выходы из строя вентиляторов основного радиатора то есть они регулярно как-то вылетали единственное может быть опять-таки предыдущий владелец все это поменял и все будет тогда нормально то есть проверяйте обязательно автомобили перед покупкой кроме этого жалобы были на слабую переднюю подвеску кстати забегая вперед скажу на этом автомобиле два передних рычага стоят новые мотор 1 и 2 люди не жалуют ни по мощности не по надежности конечно это выходы из строя не имели массовый характер но в принципе такое случалось основная жалоба у людей на вариатор в большей степени конечно на то что у него своеобразный алгоритм работы и не все к этому могут адаптироваться и привыкнуть бывали конечно же случаи и выхода из строя вариаторов но тоже это не носит прямо такой характер чтоб все повально здесь имеет значение как вы следите за машиной как вы обслуживаете кроме этого периодические жалобы есть на электрику машины и у российской сборки конечно же слабое место это лкп но это касается всех автомобилей российской сборки не только марки nissan сейчас на подъемнике nissan qashqai 2014 год 2.0 бензин на вариаторе с полным приводом так поехали передняя часть бампера мы видим немножко в коцках в легких то есть где-то куда-то съезжали где-то цепанули но в принципе ничего критичного здесь у нас моторный отсек снизу зашит фирменной nissan защитой она алюминиевая где-то миллиметра примерно два с половиной так снимать ее пока не будем но я там заглянул в принципе коробка двигатель более менее сухие двигатель единственное что по передней части вот здесь вот плита немножко массы то есть уже запотевание есть что касается тормозной системы она точно также на замену диски с выработкой диски ржавые колодок нет суппорта скорее всего либо в разработку либо в переборку единственный небольшой плюс поменяли оба рычага передних я смотрю они достаточно свежие видимо это делалось относительно недавно подвеска в принципе не славится передние особенно у nissan qashqai какой-то так бы носливостью поэтому то что заменили рычаги это не мудрено тяги стабилизатора достаточно ржавые тут я так понимаю возможно скоро под замену пойдут пыльники шруса в принципе в нормальном состоянии пока проблем с ними не видно так с этой стороны давайте посмотрим но здесь точно такая же ситуация тормозные механизмы в ремонт небольшая коррозия идет по опорам амортизаторов потому что автомобиль дополнительно никак не антикорили по передней части например и по средней части таких особых проблем с коррозией например я не вижу единственная проблема с выхлопной системой здесь стеклозащитный такой кожух он уже буквально рассыпается поэтому в обозримом будущем я так понимаю что он просто придет в негодность но сама выхлопная система пока еще держится так промежуточный подшипник кардана ну тоже резина уже пошла отслаиваться то есть скорее всего в каком-то обозримом будущем он попросится на замену но пока возможно еще и походит небольшая вот здесь начинается легкая коррозия все вот критичные кстати говоря места в автомобилях которые постоянно подвергаются воздействию агрессивных сред это в районе бензобака и в районе задних лонжеронов редуктора и так далее и этот кашкай не стал исключением подрамник весь ржавый он еще не гнилой но уже ржавый металлическая часть по крайней мере та которая стальная дальше смотрим сюда усилители и вот лонжероны уже тоже пошли покрываться ржавчиной 14 год напомню выпуск автомобиля посмотрите на полуоси они обе ржавые точно также так тормозные механизмы ну свежестью тоже не пышет смотрите стабилизатор поперечной устойчивости здесь уже с разборки то есть его уже заменили и это при том что он далеко не в хорошем не в отличном состоянии то есть вот уже видно ржавчина то есть родной уже видимо сгнил поставили с разборки и он уже тоже подгнивает поэтому антикор этим автомобилем просто прописан как как вот доктор по рецепту так здесь тоже самое колодок почти нет диски с выработкой еще чуть-чуть походят но в принципе по хорошему счету тормозную систему нужно обслужить ну и все вот коррозия до в задней части автомобиля в скрытых полостях вот там то есть надо редуктором и конечно же как обычно крепление глушителей точно также очень все которые крепежки они все принципе от коррозировали и уже начинают поедать кузов то есть критичного пока еще ничего нет если все это за антикорить то в принципе остановить коррозию можно и будет достаточно нормально скажем так потому что это коррозия еще пока такая относительно легкая но за этим нужно обязательно следите в наших широтах этим не пренебрегать ни в коем случае ну да и задняя часть немножко тоже покрыта коррозии в общем принципе здесь за машиной но не то чтобы не следили человек как бы старался видимо что-то делать но вот с антикором он как бы промахнулся или про него забыл или просто не знал не в курсе я но пренебрегать еще раз повторю этим ни в коем случае нельзя по крайней мере если вы берете машину на достаточно долгий промежуток времени салоне nissan qashqai как и снаружи не сильно устаревает потому что принципе тут нет каких-то изысков по дизайну все достаточно лаконично и это как правило такая относительно классика она из моды почти никогда не выходит в нашем конкретном случае вот по крайней мере британская сборка здесь на торпеда мягкий пластик кстати говоря даже над бардачком мягкий пластик здесь уже снизу конечно идет пластик жесткий из кожзама сидение ну смотрите машине 9 лет пробег 166 тысяч но выглядит все более или менее неплохо я бы сказал потому что видел машины и посвежее в которых кожа на руле на сиденьях имеет более бледный вид здесь как-то все достаточно неплохо выглядит единственное наверное что лично мне не очень нравится это вот этот рояльный лак здесь он возможно будет в пятнах царапинах если не аккуратно с этим обращаться еще один момент вот такие блестящие поверхности они очень дают такие мощные блики иногда особенно учитывая что у нас панорамная крыша в солнечный день когда солнце стоит высоко например сюда падает свет и бликует водителю глаза вот например это мне не очень нравится это же касается кстати говоря и обрамление ручки вариатора тоже с точно такой же рояльный лак и кстати говоря здесь он уже какой-то достаточно такой под затертый эти моменты я думаю нужно учитывать но те кто готов с этим мириться то я думаю для вас проблем в этом плане не будет с эргономикой тут более или менее неплохо то есть руль регулируется в двух плоскостях сиденье у нас нашей комплектации на электрорегулировках и в принципе найти какое-то достаточно оптимальное положение лично мне не составило труда я не скажу что я сижу как плитой но по крайней мере диких неудобств вот по посадке я не испытываю у нас сочетание двухлитрового атмосферного мотора с вариатором и полным приводом на дороге автомобиль ведет себя вполне предсказуемо такой знаете типичный семейный кроссовер пожалуй только от связки вот этого мотора с такой трансмиссии ждать какого-то урагана ускорения не стоит вот смотрите я нажимаю шум происходит вот потом только идет ускорение то есть какая-то пауза происходит что-то понимание наверное внутри систем что я все-таки хочу разогнаться и только потом идет какое-то ускорение в общем короче пока обороты не достигнутом 45000 машина ускоряться так интенсивно особо не хочет но с другой стороны если вы выбираете qashqai то вы вряд ли автомобильный гонщик потому что я что-то ни одного человека не припомню кто резво ездил бы и купил вы себе qashqai это автомобиль для абсолютно других целей здесь посадить семью и поехать куда-то на нем по делам деревню кстати говоря опять-таки на полном приводе можно в принципе какое-то легкое такое бездорожье съехать по крайней мере до тех пор пока дорожный просвет это позволяет сделать так как полный привод здесь тоже все-таки кроссоверный и геометрия автомобиля не позволяет штурмовать серьезные оффроуд поэтому это все дело нужно делать с умом пожалуй с расходом топлива вот тут вопрос конечно неоднозначный потому что заявлен официально он один а люди говорят о том что расход все-таки у такой версии да и в принципе не только у такой версии даже с моторами 1 и 2 достаточно такой при ну скажем так аппетит шикарный в машины то есть свыше 10 литров спокойном режиме а если притопить педаль можно и 13 и 14 литров сделать согласитесь для городского кроссовера аппетит но такой не сильно умеренный не каждый способен будет в полной мере его удовлетворить что касается подвески то мелкие стыки она проглатывает достаточно неплохо но вот уже специально проехал по одной ямке которая такая средненькая и уже скажем шумновато шумновато уже не так комфортно по крайней мере в салоне для пассажиров для водителя мелкие вот так ямки стыки какие-то проезжаю особо проблем это не доставляет подтверждение того что люди жалуются на не очень большой ресурс передней подвески здесь уже заменены рычаги передние на новые и вот конкретно в нашем случае слышен отчетливый гул вот такое впечатление что уже подшипники все на своем последнем издыхание поэтому когда вы покупаете автомобиль обязательно закладываете бэушный автомобиль в частности закладываете риски на то что где-то что-то хоть по мелочи но вам придется делать иначе потом это повод просто будет неприятным сюрпризом пришло время померить толщину лакокрасочного покрытия и посмотреть оцинкованные автомобили или нет феррум цинк толщина 54 микрона 52 83 85 очень как-то не сильно равномерненько тут получается 50 50 тире 80 крыло 56 nissan показывает что феррум цинку нацинкованный мы всю машину пробивать не будем потому что где-то могут быть крашеные элементы еще что-то нам не суть важно средняя толщина где-то примерно 60 70 микрон в принципе у японцев она примерно так и есть в принципе конечно же так как это автомобили бы уж на это нужно обязательно и тщательно смотреть каждый экземпляр в отдельности на предмет его соответствие его цены но меня по-прежнему зовут мурашка сергей всем пока берегите себя